Добрый день! Меня зовут Екатерина Хрусталева и я рада приветствовать вас на канале Фурнитура Мастеров. И сегодня мы с вами сочем вот такую небольшую объемную косметичку с пришивным фермуаром. Размер фермуара, который мы будем использовать 19 сантиметров. И для изготовления сумочки нам понадобится сам фермуар. Это пришивной фермуар, вот этот размер у него 19 сантиметров. Есть вот такие вот ушки для крепления цепочки, которые можно либо вот так вот достать и повесить цепочку, либо ремень, либо убрать их внутрь. Тогда у вас будет клатч без цепочки, без ручки. И почему он называется пришивной? Потому что вот здесь есть отверстие и он к вашей тканевой заготовке именно пришивается. Для внешней части я буду использовать вот такой вот вельвет в горошек. Для подкладки хлопок обычной плотности и уплотнять внешнюю часть сумки я буду клеевым дублерином. Его плотность 180 грамм на метр квадратный. И что мне еще из инструментов понадобится и пригодится в работе, это фиксаторы для пришивного фермуара. Всегда их использую. С помощью них легко закрепить фермуар на вашей заготовке и после этого уже пришивать. И вот такие вот зажимы прищепки. Ими тоже удобно пользоваться. Их используют вместо булавок. Иногда удобно использовать булавки, а иногда именно вот эти зажимы прищепки. Вот таким образом выглядит выкройка на листе выкройки. Я ее просто вырезала. Вот таких деталей понадобится две из внешней ткани и из ткани для подкладки. И вот таких деталей тоже понадобится две из внешней ткани и две из ткани для подкладки. Все детали на листе выкройки приведены без припусков на швы и выкраивать я буду прибавив со всех сторон по 5-7 мм. Из дублерина я буду выкраивать такие же детали, но из дублерина я детали выкраиваю без припусков на швы, чтобы швы смотрелись ровными и аккуратными. И вот по поводу этой детали. Это деталь боковая, переходящая в дно. Если ваша ткань не имеет направления, вот например у меня вельвет имеет направление ворса, если у вашей ткани какой-то хаотичный рисунок, то вы можете выкроить эту деталь одну вот так вот от зеркалив от середины. Если как у меня ваша ткань имеет направление ворса, я буду выкраивать одну деталь так, чтобы у меня ворс смотрел сверху вниз, вот таким вот образом. И еще одну деталь точно так же, чтобы ворс смотрел в том же направлении и уже потом буду их сшивать между собой. Поэтому как вам удобнее, вы можете выкроить либо две таких отдельных детали, либо одну длинную. Все зависит от той ткани, которую вы выбрали. И вот как раз из ткани для подкладки я сделаю одну деталь, то есть вот у меня центр, и я отзеркалила в другую сторону и обвела деталь точно так же. А из вельвета, как я показала, я буду выкраивать деталь две штуки с соблюдением направления ворса. Я выкроила детали из ткани для подкладки. Обратите внимание, оставила припуски на швы. Выкроила детали из дублерина без припусков на швы. Вот как обвела, так и вырезала. Из внешней ткани я детали не вырезала. Я сначала приутюжу дублерин к ткани, и потом уже буду вырезать детали вместе с дублерином, оставив по 5-7 мм припуски на швы со всех сторон. Дублерин называется клеевым, потому что у него с одной стороны нанесены клеевые точки, и под действием горячего утюга эти точки расплавляются, и дублерин приутюживается к ткани. Как я уже сказала, нам понадобится разогретый утюг до максимальной температуры, и я просто приутюживаю дублерин к ткани. Но если вы видите, что ваш дублерин, либо флизелин, может приклеиться к подошве утюга, то между дублерином и утюгом необходимо проложить техническую ткань. Это может быть любой кусок хлопковой ткани. У меня видно, что дублерин не приклеится к утюгу, поэтому я техническую ткань не использую. Ну а теперь можно и выкраивать, но не забываем оставлять со всех сторон припуски на швы 5-7 мм. И первая строчка, которую я проложу, я сошью вот эти две внешние боковые детали по линии дна. Я сложу их лицевыми сторонами друг к другу. И здесь как раз удобно будет использовать зажимы. И проложу строчку вдоль линии дублерина. В начале и в конце строчки я сделаю закрепку. Я разутюжила вот этот шов на детали в разные стороны. И теперь мне необходимо вот эту длинную деталь сшить сначала вот с этой детали, а потом со второй детали. И то же самое сделать с деталями подкладки. Начну с внешней детали, сложу ее пополам и срежу здесь небольшой треугольник. Обозначу этой насечкой середину. Совмещу середину с швом, который находится у меня также в середине дна. И скрепляю детали между собой. Сначала от центра влево, потом от центра вправо. От центра влево, потом от центра влево, потом от центра влево. От центра влево, потом от центра влево. Чтобы шов ровнее ложился, вот на этой длинной детали можно сделать небольшие насечки, не доходя до дублерина и до будущей линии шва. Везде в месте, где скругляется деталь. Но будьте внимательны, чтобы не доходить до линии дублерина и чтобы потом не осталось на внешней части детали дырок вдоль линии шва. Отffит. Аплево. Хватит. Угольный швом. Угольный швом. Угольный швом. Угольный швом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Со второй деталью мне нужно сделать то же самое. И вот эти насечки, кстати, можно нанести еще до того, как вы скрепили детали. И опять же, будьте внимательны, не доводите разрез до линии дублерина. Нужно не доходить до нее 2-3 миллиметра. И теперь точно так же складываю вот эту деталь пополам. Срезаю маленький треугольник. Это моя середина детали. И скрепляю детали от центра влево, а потом от центра вправо. С деталью подкладки мне нужно сделать то же самое. И мне показалось удобнее, если вот эти насечки нанесены заранее. И я сейчас с обоих сторон сразу на длинные детали сделаю вот эти засечки. А потом буду скреплять детали между собой. С одной стороны я точно так же, как и у внешней детали, проложу шов по всей длине детали. А с другой стороны мне необходимо будет оставить отверстие для выворачивания. То есть я вот сейчас сложу деталь пополам. Найду середину боковой детали. Здесь середина у меня помечена карандашом. Совмещу детали по этим двум точкам. Скреплю их между собой. То есть с одной стороны я проложу шов вот начиная от этого края по всей длине детали. И заканчивая вот здесь, в этом углу. А когда я буду пришивать вот эту вторую деталь к длинной детали, я проложу строчку, начиная вот от этого угла и до вот этого места. Вот здесь у меня будет непрошитый кусок. И второй шов будет идти вот отсюда до верхнего края. Вот здесь у меня останется отверстие для выворачивания, через которое я потом выверну уже готовую сумочку. То есть эту деталь я пришиваю целиком, а вот эту деталь я буду пришивать не одним швом, а двумя короткими швами, оставляя в центре отверстие для выворачивания. И теперь мне необходимо сшить между собой внешнюю деталь и деталь подкладки. Внешнюю деталь я разутюжила все швы, проутюжила, чтобы они лежали ровно. Я внешнюю деталь выворачиваю на изнаночную сторону, а деталь подкладки я выворачиваю наоборот на лицевую сторону. Вкладываю деталь подкладки внутрь внешней детали, совмещая вот эти швы, швы должны находиться на одном уровне у внешней детали, у детали подкладки и скрепляю детали между собой. Внешнюю деталь подкладки. Внешнюю деталь подкладки. И теперь я проложу строчку вдоль всего верхнего края по всему периметру, вдоль линии дублерина, отступая от края 5-7 мм, тот припуск на швы, который мы оставили, и сделаю этот шов по всему периметру. Вначале и в конце строчки сделаю закрепку. И теперь я выверну нашу заготовку на лицевую сторону через отверстие для выворачивания, которое мы оставили в шве подкладки. Заготовку на лицевую сторону через отверстие для выворачивания, которое мы оставили в швы, который мы оставили в швы. Расправлю все углы. И вот этот верхний край я сейчас заутюжу. Также можно проложить, отступая от верхнего края, 3-4 мм шов, но это не обязательно. Но заутюжить верхний край нужно обязательно, чтобы все красиво легло и потом в готовом изделии красиво выглядело. И еще забыла сказать, чтобы вот эти уголки выглядели ровно и вот здесь вот ткань не сборила, можно также сделать несколько насечек. Главное все точно так же не разрезать шов, то есть делать насечки, не доходя до уровня шва, оставляя 1-2 мм. И с одной стороны такие насечки можно сделать и с другой стороны. И вот теперь уже заутюжу верхний край. И еще у нас осталось отверстие для выворачивания в подкладке. Я заправлю необработанные края этого отверстия внутрь. Скреплю булавками. И проложу строчку, отступая от края около 2 мм. В начале и в конце строчки я сделаю закрепку. Начинаться строчка будет вот в этом месте и заканчиваться вот в этом месте. То есть она у меня, эта строчка закроет отверстие для выворачивания. И нам осталось только закрепить фермуар на нашей заготовке из ткани. Я уже говорила, что фермуар пришивной. Он вот за эти дырочки, которые у него с обоих сторон, пришивается к изделию обычными нитками. Я буду использовать те нитки, которыми я шила. Буду использовать их в два сложения. И вы можете использовать либо нитки под цвет фурнитуры, либо нитки под цвет ткани, либо какие-то контрастные нитки. Я сейчас хочу попробовать вот такие вот салатовые. У меня, в принципе, не очень серьезная сумка по расцветке. Ну и нитки тоже выберем такие вот веселые. Иголку обычную я использую. И прежде чем пришивать фермуар, мне нужно закрепить его на изделии. И самое главное, закрепить его симметрично. Я сейчас сложу деталь пополам. И намечу здесь примерно середину. Рядом с этим белым кружочком. И на фермуаре у меня середина на уровне вот этой дырочки. Я совмещаю середину фермуара и середину заготовки из ткани. Беру фиксатор, вставляю его в отверстие и с обратной стороны надеваю вот такую заглушку. И потом закрепляю фермуар на детали от центра вправо и от центра влево. Если вы закрепили фермуар и видите, что у вас что-то неровно, то можно просто эти иголочки вытащить, эти булавки вытащить и переставить их, передвинуть заготовку внутри направляющей фермуара. Обращайте внимание на эти углы. И максимально глубоко заготовку в эту направляющую фермуара проталкивайте, чтобы углы не оказались пустыми. У меня все получилось симметрично и я начинаю пришивать. Узелочек я прячу вот здесь, вот под краем фермуара, с внутренней стороны, чтобы его не было видно. И в первую дырочку вывожу нитку на внешнюю часть сумки, во вторую дырочку делаю стежок внутрь. И так до конца фермуара. И потом то же самое сделаю в обратную сторону, только буду по-другому чередовать дырочки, так чтобы у меня вот здесь получился сплошной шов. Сумочка готова! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! До свидания!